Я и наш канал, мы очень пристально следим за историей похищения мальчика Паши Канафина. И у нас есть новости. Нашли Пашу и нашли его отца Антона. Прежде чем я вам расскажу все детали и подробности, вот суть истории. 10 февраля 2010 года Антон Канафин взял своего трехлетнего сына Пашу погулять. И они оба исчезли. Антон увез Пашу куда-то неизвестно куда. И где-то там они все эти годы живут. Спустя 11 лет с момента исчезновения мне написала Люба Канафина, мама Паши и жена Антона, теперь уже бывшая. 11 лет она ищет сына, которого с того самого момента она не видела. На самом деле детей у Любы двое, есть еще Миша. Они с Пашей близнецы. С тех пор как папа Антон увез брата, Миша мечтает увидеть Пашу. История вообще-то звучит нереально, да? На самом деле Люба дала мне почти бесконечное количество документов и следственных органов. Кучу своих ежегодных писем мэру, в Думу и президенту. И все это подтверждает, что вся эта нереальная история, которую вы сейчас увидите и услышите, чистая правда. Ну я считаю, что это просто триллер какой-то. Вот если бы мне сказали, мне 67 лет. Если бы мне сказали, что такое возможно, я бы сказала, нет, вообще не бывает такого. И вдруг это случается и случается в нашей семье. Вы знаете, вот смешанные чувства, даже вот в себя никак невозможно прийти. 11 лет, мать не знает, что с ее ребенком. Ну я уж про бабушку молчу, что я тоже тут вся на нервах. Они идентичные близнецы. Отноядивые, да? Да, генетически одинаковые. У них была одна плацента. Они родились недоношенными, 7-месячными. Кило 670 и кило 530. У старшего ребенка Миши определили поражение белого вещества вокруг желудочков. Он прочитал в интернете, что это означает ДЦП в будущем, когда поражено белое вещество. После этого он сказал, что мне, этот ребенок мне не нужен. Вот это Паша. Вот это Паша из-за этого. И Паша, ну они так друг... Они, конечно, очень похожи. Это одно лицо, только косина из-за этого. Вот они, вот он пошел-то быстро. А кто есть кто? Я даже отвечу на Гошу. Вот Паша, Миша с глазом. Миша не мог ходить, он и сейчас не может. А Паша сразу пошел. Пришел, попросил погулять. Погулять, пожалуйста. Я сама его одела 10 февраля 2010 года. Ну, короче говоря, ушел и все. К обеду нет. Стали звонить в полицию. Я-то подумала, мало ли, может, какое-то ЧП на Яуза все-таки пошли. Может, куда упали, в какую яму. Мне даже там в полиции сказали, да вы что это самое. Это же ненормально, как это не перевести ребенка. А потом вот был звонок, Люба говорила, да, что я на паспортном контроле, лечу там в какие-то корловые вары и все. И все. А что он делал в Америке? Он там работал нелегально. Ну, вот он закончил институт где-то в 93-м. Ну, здесь, в России. И поехал он в Израиль, так как у него прадедушка, нет, прабабушка, еврейка. Нет, не прабабушка, а бабушка. Он поехал в Израиль, но там ему не понравилось. И он очень быстро оттуда уехал в ЮАР, в Южноафриканскую республику. Работал он компьютерщиком. Он специалист по базам данных. Ну, компьютерщик, в общем. Хорошего уровня? Я не знаю, какого он уровня. Я в этом не разбираюсь. Ну, наверное, хорошего уровня. Он всегда старался зарабатывать. Потом он поехал в Канаду. Официально. Там по визе. А из Канады он перешел границу. И попал в Америку. Нелегально уже. То есть у него такой, как бы это сказать, удивительный опыт существования вне закона. Да. Ну, скажи, мама. Должен же я конфет поверну. Пашечка, ты тоже хочешь конфетку? Да. Бабуля, неси еще конфетку Паши. Паша, посмотри, Миша, конфетку сапал и кушает ее. Паша, опять громкость выкрутил. Осторожно, осторожно. Громкость, Паша, громкость. Пашенька. Громкость. Это громкость. Громкость, Паша, громкость. В отличие от полиции, все эти годы мама Антона Канафина, бабушка детей, отлично знала, где скрываются Паша и Антон. Постоянно была с ними на связи, ездила к ним в гости. Куда? Неизвестно куда. Ты загнала двух мужиков в самое паршивое место в России, где сейчас идут бои, и в самый паршивый черный-темный угол. Зря ты его там ищешь. Час там его уже не отыскать. Там не работает ни почта, ни милиция, ни полиция. Ничего там не работает. Ты их загнала в угол. И еще раз говорю, ты просто пугаешь Пашу. Ну попробуй сейчас их, это самое, оттуда вытащи. Откуда? Откуда? В каком они городе? Это где стреляют? Где? Никогда, Люба. Никогда я тебе не скажу, в каком они городе. Я тебе еще раз говорю, в хрилом месте, в хрилом углу. В итоге прошло 12 лет. Люба безуспешно обивала пороги. Везде-везде писала. Люба дошла до руководства Следственного комитета. И случилось невероятное. В мае 2022 года нашли Пашу. И Люба впервые за все эти годы увидела сына. Но Антон, отец близнецов, продолжал скрываться. Отец тренировал его. Он готовил его к добровольной выдаче. Ну, лицо добровольно освободившего похищенного освобождает от ответственности. Он разучивал с ним статьи, номера статей. Разучивал, как обращаться к следователю. Установили, что ребенок в Москве. После этого связались со свекровью и сказали ей, что либо вы под статью попадаете, либо вы привозите ребенка сами. Она привезла. А зачем Паша адвокат? Бабушка. Ну, не хотите, не надо. Ну, так выйдите, может, отдать скорее. Ну, хорошо. Ну, прям как я с вами подопечная. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Вы разговариваете. Паша, когда следователя тебя привезли? Сегодня. 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 Значит, вот сегодня. А папа где? У следователя остался? Нет, его там есть. А, значит, без папы. Значит, без папы. Ну, очень. Откуда привезли? У вас он был? Я его привезла. С домик, с домик. У вас, у вас был? Утром мне позвонил пристав из Измайлова. Сказала, нашелся ваш ребенок. Приезжайте в бабушкинский СК. Я туда приехала. Зашла в кабинет. Смотрю, сидит ребенок. Челка. Очень большая челка. Волосы светлее, чем у Миши. Челка закрывает брови. Поэтому глазки кажутся меньше. И вообще у него лицо было какое-то отекшее. Щеки припухлые. И глазки тоже. Как будто бы он плакал. Но щеки от плача не припухнут. У него лицо было какое-то отекшее по сравнению с Мишей. Ростом он повыше Миши. Но голос у него не такой. У него очень тихий голос. И еще не подростковый. Вот у Миши есть уже усики, а у Павлуши их не было. Видимо, такая разница из-за того, что он его кормил по-другому. Не так, как Миша питается. Все эти 12 лет отец и бабушка внушали Паше, что его мама и брат, как бы это мягко сказать, плохие люди. И что если Паша вернется к маме, он будет обслуживать как слуга брата с ДЦП. Поэтому Люба не сразу пригласила Пашу жить к себе домой. Она хотела, чтобы Паша к ней привык в каком-то нейтральном месте. И он сначала пожил в реабилизационном центре. А уже потом она забрала его домой. Что стало известно про то, как Паша жил все эти годы вместе с папой Антоном на нелегальном положении. Оказывается, они жили в Минске. Паша учился по документам двоюродного брата в Минской школе. Там его звали Ваня. Но недолго. Папа учил его дома, особенно налегая на математику и английский. Если с Пашей что-то случалось, отец обращался к платной медицине, где не очень-то интересовались документами ребенка. Бабушка навещала их часто. Так часто, что даже говорила в полиции про Пашу. Я его вырастила. Паша выращен папой. Ты это должна понимать. И Пашу ты все время ему внушали. Мама тебя любит. Мама тебя любит. Вот мама, вот просто вот у мамы больной ребенок. Вот у мамы, вот у тебя там вот брат. Все. Не они же он не хочет особо слушать. Люба, он им не увлечен. Несмотря на то, что это, как это, одницовые близнецы, он им совершенно не интересуется. Пашу готовит, готовит к поступлению, естественно, куда-нибудь, хоть куда-нибудь, может, 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 хоть в сантехнике, хоть куда. Вот. Работать он должен. Так-то он мальчик вроде бы, по крайней мере, маленький когда был. Он был более-менее здоровый, более-менее адекватный, более-менее. Но все равно, это самое, Антон его вытаскивал, Люба вытаскивал, вытаскивал. В смысле вытаскивал? Ну, нет, если ты думаешь, что вот прямо один родился, Мишенька родился вот инвалидом, а Паша прямо вот, ну, совершенно с таким же кровоизлиянием, ну, ты же знаешь, все его эту самое, правда, карточка-то находится где-то, даже не знаю, где-то. Карточку ваш сын увез из поликлиники. А энцефалограмму, Паша, делал, Антон? Энцефалограмму мозга? По-моему, даже не один раз, потому что какие-то таблеточки он все равно давали. У него очень возбудимый, да, вот я вот сужу по нему маленькому, у него возбудимая нервная система. Он легко возбудимый такой, легко возбудимый. Поэтому сердце вдруг что-то такое, я помню, еще маленький бегал, бегал, а тут же поволок его к частнику, естественно, к врачу-кардиологу, все прослушали, все, видите, самые кардиограммы. Все, все нормально, все здорово. Пусть бегает. И вот Паша, который последний раз был здесь в три года, оказывается дома с мамой и братом. Ну и они начинают жить вместе. Вот какой у нас здесь пляж. Еще только бабушки с пирожками не хватает, да? Не шути! Не шути! Два месяца Паша прожил дома с Любой и Мишей, и любимой мамой, бабушкой Наташей. Первого сентября он пошел в школу впервые под собственным именем. А третьего сентября его снова похитил отец. Он вышел из школы, за забором его ждала бабушка, и все, пропал. Люба, понимая, что Паша почему-то задерживается, начала звонить ему на мобильный. Трубку взяли случайные прохожие. Телефон звонил из мусорного бака. Туда выкинули рюкзак вместе с телефоном. И все началось сначала. Поиски и жизнь вдали от сына. Мы ходим по квартире вместе с Любой, и она рассказывает, как здесь жил и что делал Паша. Эх, Паша, Паша. Вот здесь Паша любил лежать на диване. На этой кровати. Ну и на другой тоже. Он везде на всех кроватях любил валяться. В том числе и вот там, в прихожей. Вот здесь вот прихожей он тоже устраивался. А ноги клал вон туда, вон, на полочку. А котик вот здесь вот сверху лежал. Ну, вот здесь в большой комнате. Павлуша выбрал себе вот эту кроватку. Нам мастер смазал дорожку силиконом, а после этого она стала скользить вот так вот. О, сейчас ты у меня будешь красивый. Так. Включай. Ой, а надо еще маленький планшет. Подожди, я тебе еще хочу китайскую музыку включить. Стой. Мне сразу же пообещали, что их ищут. Ищут очень хорошо. 12 сентября открыли уголовное дело. Сначала была проверка. И уже 13 сентября мне оперативник из ОВД прислала фотографию с камер. А потом через полчаса следователь ту же самую фотографию прислал. И они мне говорили одно и то же. Посмотрите и скажите, знаете ли у этого человека. Я сначала не узнала его. Но это был Антон на этой фотографии. Потом где-то через час я пересматривала старые фотографии с ним, которые у меня были от 2005 года. И тогда я поняла, что это он. Черты лица остались те же. Ну, просто изменился так. Потолстел он, по-моему, немножко. То есть 13 сентября уже были фотографии с камер. А 16 сентября меня вызвали. И мне вот сказали, что следствию известно, где Паша с Антоном. И пообещали, что скоро их найдут. Еще Антон предоставил видеозапись. Еще до 16 сентября. Я видела несколько кадров этой видеозаписи. Там Паша держит вот так листок бумаги. Под него подложена книжка. Вот так он загораживает почти все лицо и читает с него. Я давно задумал совершить побег. И все. После этого у меня запись выключили. 26 октября мне позвонили и сказали, что нашли Павлушу. Приезжайте к нам. И мы с юристом туда приехали. Можно расскажите, Люба, подробнее, как их нашли, как это вообще случилось. Помните, в прошлый раз, когда нашли Пашу, было ощущение, что они его немножко сами дали найти. Антон и, ну, предположим, его мама. В общем, давайте так. Антон как минимум. То есть они сами немного так сделали, чтобы Пашу нашли. Чтобы он получил паспорт. А что сейчас? Нет, они не привезли его получать паспорт. Они его привезли просто, просто либо документы там подделать, либо сдавать добровольно. Но не успели. Просто повезло, что он был тогда в Москве. А в этот раз Антон уехал недалеко в город Пущино. Осенью 21-го года Валентина Сергеевна сама захотела встретиться с нами на улице. Как раз после того, как вы нас сняли, она с улицы позвонила мне на городской телефон и определился ее сотовой. Я сотовой забила в интернете и увидела, что по этому номеру есть объявление, что сдается и продается квартира в городе Пущино. Контактное лицо было указано Михаил Сергеевич. Так что нам давно было известно, что в Пущино у них что-то есть. И Антон почему-то уехал в это Пущино. Как-то странно он скрывался, совсем недалеко. По телефону Валентины Сергеевны обнаружили номера карты, по которым она платила, имейлы. Хотя данные были стерты, но телефону сделали полную разборку. Потом они поточнее установили адрес по камерам. Павлуша ходил с бабушкой в магазин. Камера с домофоном мне сказали потом. Я уточню, Люба, он ходил с бабушкой в магазин уже после того, как исчез в сентябре. Это было после сентября. То есть было в сентябре позже исчезновения. Да, в городе Пущино он ходил с бабушкой в магазин. Ходил. И жил он там с отцом вот чуть меньше, чем два месяца. Любил он валяться на диванах. То сюда залезет, то сюда перескакивал с одного дивана, на другой. С ним было так. Он брал планшет и залезал на диванчик, и все. Мог там сидеть целый час и никого не беспокоил. Не требовал внимания так же, как Миша. Не болтал. Не задавал много вопросов. Смотрел видео на ютубе, играл в танки и смеялся. Вот так вот. Паша рассказал, что он занимался по электронным учебникам там в Пущино. Судя по всему, он там не гулял. Он с психологом разговаривал в центре. И вот приехали мы с юристом туда. Сидели там в комнате отдыха очень долго, часа два. Павлушу привезли часа через два. А Канафина Валентина Сергеевна и вот Антон, бывший муж, они в это время были уже там. Я случайно услышала голос Бабы Вали. Вот так мы ее называем. Раньше между собой мы ее называли Канафинская бабка. Ну, с 10-го года. Либо просто бабка. Потом я придумала ее Бабы Валя называть. Как так поинтереснее. Я высунулась в коридор. Случайно услышала ее голос. Голос у нее был очень спокойный. Он меня удивил. Спокойный такой. Видимо, мне кажется, она с Антоном разговаривала. Она как бы успокаивала его. Баба Валя, она хоть не знает вот таких слов, как НЛП, например. Но она природный какой-то психолог. Она умеет внушать, умеет заговаривать людей. Видимо, она сыночка своего держит под контролем. Я не хотела видеть бывшего мужа. Мне это было как-то неприятно и страшно. Когда мне сказали, что они там, я стала за угол прятаться. Юрист мне сказал, что мне надо будет его увидеть сегодня. Я испугалась, но он мне сказал, я вас прикрою. Не бойтесь, рядом с вами сяду. Но хорошо, что мне не пришлось их увидеть. А вы прям специально не хотели, Люба, да? Уточню. Да, но мне просто неприятно было. Знаете, такое неприятное чувство, как будто вот тошнит. Страшно просто, мутит. Неприятно, потому что я уверена, что он вот ненавидит меня, понимаете. И считает, что я причина всех его проблем, всех его несчастий. Он мне уже давно, году восьмом, говорил вот тут на балконе, предъявлял мне претензии, что ты мне вот таких детей родила. Типа, теперь сама виновата. То есть внутри вообще-то это очень злой человек, хоть он и тихим голосом разговаривает. Это удивительно прям, конечно. Конечно, его там нет участия в том, что дети родились. То есть именно это в ваших рук дело. Очень странная логика. Я прошу прощения. Да, ну там проблема была в том, что надо было вовремя успеть в хорошую клинику записаться. А я не успела это сделать. И в предыдущей клинике там все плохо сделали. В эту клинику как раз он мне особо и не давал записываться. Намекал, что типа деньги надо экономить. Сейчас я его любимый пистолетик еще достану. Это, кстати, и Мишин тоже любимый пистолет. Он очень удобный. Шесть зарядов у него. Это нерф, это не очень. Это не самый любимый. Вот он, самый любимый. Вот этот. Шесть зарядов, он стреляет очень быстро. Вот он залезал сюда и стрелял вот в этот вот ковер. Чтоб пульки отлетали. Ну, вот это вот. Вот это кобура из шерсти нашего кота. У кота шерсть очень мягкая. Мы из нее валяем разные вещи. И вот он под моим руководством где-то дней через 10 после того, как жил дома, сделал эту кобуру. И пистолетик тоже сам он разрисовал. Видите, он любит завитушки. Рисует не геометрические узоры, а вот такие вот завитушечки. Кстати, я тоже вот такие же вот люблю. Именно растительные узоры. Вот так вот. Вот. Сделал он себе кобуру. В тот момент, когда мы там сидели, в комнате отдыха, я думала, что его посадят, скорее всего. И поэтому мне было очень неприятно его видеть. Потому что получается, что вроде как я хочу его посадить. Потому что это баба Валя все время ему внушала, что Люба хочет посадить тебя, она хочет посадить тебя. Но, как оказалось, его и не посадят. Так как баба Валя была не права. Получается, все эти годы он боялся, что его посадят и скрывался из-за этого. Как-то глупо получилось. Если бы он знал, что ему не посадят, может быть, он и привез бы Пашу пораньше. Дело переквалифицировали на 315 статью. Что это значит, Люба? Вот в отличие от нас, вы уже отлично разбираетесь в уголовном кодексе. С какой на какую статью на обычном, на языке неразбирающихся людей, что это значит? Со статьи 126 похищения человека уголовного кодекса на статью 315, тоже уголовного кодекса. Злостное неисполнение решения суда. По ней максимум могут дать год. Либо штраф, не помню, там 50 тысяч, что ли. Либо какие-то исправительные работы. Ну, так как он не причинял особого вреда ребенку, получается, что он просто злостно не исполнял решение суда все эти годы, вот, о том, что Павлуша должен подоживать со мной. Мой дядя всегда говорил мне, что не надо сажать его в тюрьму. Я соглашалась с ним. Мне же нужно, чтобы просто Паша жил сам здесь, и чтобы он не увозил его больше. Он говорил, нельзя ругать отца детей. А я и не ругала его никогда. Миша даже фотографию его не видел. Он фотографию случайно увидел в 21-м году у бабушки на экране. Я не рассказывала ему особо ничего, потому что я не знала, когда он привезет Пашу. Николай Федорович, а вы дедушка Паша и Миша? Да, я родной дядя Любы, то есть я как бы двоюродный дедушка, Люба моя родная племянница. Мы возьмем семью, вот эту, относительно мальчиков Миши и Паши, ну такую семью мамы, да, Любину, вы вот с этой стороны, вы были сторонником компромиссного решения, или с той точки зрения, что Антону надо наказать, посадить, что он должен серьезно заплатить за свои действия. Вы были сторонником какой, более мягкой или более жесткой, более мягких или более жестких действий, мер? Меня очень всегда радовало и импонировало, что я от Любы негатива явного, вот такого постоянно словесного негатива в отношении отца не слышал. Понимаете? Вот и мне это очень импонировало, потому что я опять-таки на свой опыт жизненный перевожу, что в моей семье там мать моя никогда плохо про отца не говорила. Отец бывает срывался, но как-то я, ребенок как-то он отстраняется, он не хочет этого знать. И поэтому родители, конечно, могут иметь конфликт, но они свою конфликтную позицию, конечно, не должны в явной степени доносить до ребенка. Ребенок ни при чем. Паша ласкался, Паша, Паша. Гладил его, да? Да. Паша, Павла, Паша. Щекотал его? Да. А он говорил вместо щекотки щекоти. А что еще Паша говорил? Да, действительно. Он все время говорил действительно. Ну, когда утверждал что-то, да? А как он смеялся? Ха-ха. Нет, нет, громче. Ха-ха. А вот так Паша смеялся, сто процентов. Павлуша у нас внушаемый мальчик. Ему делали тест IQ, он казался, ну, такой уж и большой. Ну, я думаю, у Миши такой же. Павлуша, он в бытовых вопросах в некоторых плохо ориентировался. Например, ему постоянно поправляешь, говоришь что-то одно и то же, а он этого не замечает, не делает. Например, я постоянно учила его чашку ставить подальше от себя. Я говорила ему, чашку ставь не под локоть, а под нос. А он все равно ставил ее под локоть. Так все время. Пару раз он разливал по всей кухне напитки. И так во многом. То есть он достаточно рассеянный мальчик. Болеешь? Нас не дышит, нас не дышит. Растывший? Да. Таблетки-то пьешь? Закабываю. Давно болеешь, температура есть? Нет, температура нет. Болею где-то 3 месяца. 3 месяца уже? Да, там нет. Ничего себе. Что врачи говорят? Ты сейчас в больнице? Ты сейчас в больнице приехал? Да, но они мне назначили карты со суббассой. Ну, это самое главное, что температура нет. А что известно, какие у них были планы-то вообще-то? А насчет планов я не знаю ничего. Я с Павловшей пока не разговаривала. И с ними тоже. Я не знаю насчет планов. Калейдоскоп тоже сделал и разрисовал сам. Он любит что-то руками делать. Вот это его радиостанция. Он знает аспекту морзика. Что еще тут у нас есть? Очень он любил сделать своими руками какие-то вещи, поделки. Вот они там жили 2 месяца, получается. Ну, весь сентябрь и почти весь октябрь. Ну, почти 2 месяца. И что они там делали? Что известно? Паша рассказал, что он там просто жил с отцом. Занимался по электронным учебникам. Что отец был очень недоволен тем, что Паша пошел в 8 класс. А надо было бы в 9. Но в школе нас, Павлуши, вообще хотели посадить в 6 класс сначала. Потом в 7. Еле-еле мы их уговорили на 8 класс. Они сказали, поезжайте в контроль качества образования, сдайте тесты по всему. Я говорю, и по физкультуре? Да, и по физкультуре тоже. Павлуши сдал только математику и английский. И по этим результатам они все-таки приняли его в 8 класс. Но нам пришлось за это побороться. Дедушка ходил туда, уговаривал их взять его в 8 класс. Так, это что? Вот 2 сентября. Это что? Английский язык. Всего 3 дня он поучился. Он работал на уроках учителям. Он очень понравился. Отец, как оказалось, был этим очень недоволен. И опять же, баба Валя внушала ему, вот ты гуляешь с инвалидной коляской, ты слуга для своего брата. Вот это вот она внушала ему. Хотя Паша никто не заставлял помогать Мише. Он сам кормил его попкорном и ягодами с куста по своей инициативе. Психолог сказала, что Павлуша совсем не такой, как в прошлый раз. Он разговаривает более весело. Он сказал, что я хочу пока пожить в Отрадном. Но про нас он говорит с улыбкой. Дали ему тест. В Отрадном это в реабилитационном центре, да? Да. Тест на маму, семью. Тест показал, что хорошие у него эмоции, чувства от мамы и от семьи. Рассказал, да, я с Мише играл, да, жил в Свиблова. Жил, мы везде ходили. Ну, Миша меня вопросами очень доставал. Замучил меня вопросами. Вот это он рассказал. Ну, сказал, что соскучился по котику. А как их задержали? Задержали их ночью в Пущино. Павлушу отвезли опять в больницу в Свиблова, так же, как в прошлый раз. А их отвезли, ну, в СЭУ по СВАО. Куда-куда их отвезли? Ну, в Следственный комитет. Их задержали неизвестно в результате чего. Каким образом стало понятно, что они именно в Пущино? Стало понятно из сотого телефона Валентины Сергеевны. Потому что там нашли ее имейлы и номера карт, по которым она платила. Хотя данные были стерты. Также было установлено, какой телефон находился поблизости от ее телефона часто. А неизвестно, почему они не уехали дальше? Потому что вот до этого они скрывались в Белоруссии. И как бы там не так легко человека задержать. Неизвестно, почему они недалеко от Москвы даже уехали? Мне это неизвестно. Пока неизвестно. Мы-то все думали, что он за границу его увез куда-нибудь в Казахстан. Или через Белоруссию куда-нибудь в Европу. А он сидел в Пущино почти два месяца. Я не знаю, что он там собирался дальше делать. Как-то очень нелепо он скрывался. Еще более нелепо, чем в прошлый раз. Потом я увидела, как Белоруссия прошел по коридору. Его привезли. Но меня отговорили видеть его. Якобы психолог против. Ну, конечно, дело было в том, что он в показаниях говорил, что он сбежал от бабушки. Вот зачем они меня отговорили. Ну, а что? Не могу же я их заставлять. Судить его по 126 статье. Тем более, что вся наша семья никогда не стремилась посадить его. Мы стремились просто увидеть Пашу и все. Но, конечно, я боюсь, что он украдет его третий раз. Увезет. Потому что я не знаю, что у этого человека в голове. Но мне следователи сказали, что они напугали его. Юрист видел их обоих и сказал, что они испуганы. И баба Валя, и ее сынок. Не знаю, надолго ли это. Вот это Пашиные пистолетики, которые им очень понравились. Вот этот не очень, а вот этот самый любимый. Шестизарядный. Вот эту шапочку он надевал, как каску. И вот так вот стрелял. Ну, и в игрушке тоже. Вот пульки отскакивали очень удобно. Коту нашему очень нравилось, когда он вот так вот стрелял. И вот эту штучку он тоже очень любил. Вот эту. Так вот он ее. Ну, и сейчас любит, конечно. Наша цель сейчас, чтобы он не увез Павлоша в третий раз. В конце концов, пусть подождет немножко. Будет Паше 18 лет. И он, возможно, поедет жить к нему. Но 12 лет Павлоша жил с ним по справедливости. Теперь он должен с нами пожить. Дедушка говорит, хорошо бы, чтобы Паша виделся с отцом. Следователь сказал, что Антон хочет со мной поговорить. Ну, я с ним только, наверное, по мессенджеру могу разговаривать. Торговаться, видимо, собрался. Теперь-то Паша у меня уже. Ему сразу внезапно понадобилось со мной договариваться. Я бы хотела разрешить Павлоша общаться с отцом. Но я при этом не смогу присутствовать. Видимо, дедушку придется просить, чтобы он сидел рядом и слушал все, что он Паше говорит. Оставлять их наедине нельзя. Потому что этот человек, Антон Канафин, внушает ему нехорошие, не моральные мысли. Я не хочу, чтобы моему ребенку внушали такие установки, что твой брат больной, что ты ему будешь как слуга, что не надо гулять с братом, который на коляске, что в квартире у мамы ничего хорошего нет, образование ты не получишь. Мне это просто все очень не нравится. Зачем он так? Никто не давал ему для этого поводов. Его-то самого никто не обижал. Люба, а вот скажите, пожалуйста, про итог. Был суд, правильно? Ну, это был не настоящий суд. Просто маленький такой суд, чтобы определить меру пресечения, чтобы он не делал нехорошо пресечь это как-то до суда, чтобы он до суда не сделал ничего плохого, до настоящего суда. Все, конечно, хотели, чтобы он сидел в СИЗО, но ему избрали меру пресечения, чтобы он просто не подходил ко мне и к Паше. Наша инициативная группа очень расстроилась. Они, 80% из них, хотели, чтобы Антошу посадили. А я, я не хотела его сажать. А бабу Вале сделали свидетелем. Она ничего плохого не делала. Она просто свидетель. И меня тоже сделали свидетелем, так как по этой статье нет потерпевших. Так, то есть, в общем, мама Антона, она совершенно никакой ответственности не несет за свое участие в этих похищениях. Антон, ему не угрожает никакое заключение. Он лишен родительских прав, и он не имеет права подходить к вам и к Паше, верно? Но только подходить до суда. А что после суда будет, неизвестно. Меня уверяют, что он не сможет получить назад родительские права. Никто ему не даст в суде, даже если он обратится. Я хочу проверить, так ли это. А когда будет суд? Где-то в конце ноября. И, ну, я уже не удивлюсь, если ему отдадут назад родительские права. Мне важно, чтобы он не увез его в третий раз. Говорят, что если в третий раз увезет, то будет то же самое, что 5 сентября. Тоже 126 статья. Ну, сколько можно? Это уже ужас какой-то просто будет. Они жили давно, на Новый год, 2 года назад. Тогда Паша еще к нам не приехал. Но он попросил, чтобы мы тоже ему купили новых бабочек. А, кстати, вот они, эти бабочки. Они у нас сохранились в засушенном виде. Вот они, бабочки. Это мы заказали куколки. Вот они у нас вылуплялись. Вот это самая большая была. Кот наш был в восторге, когда она вылупилась. Он завыл. Видел, когда она вылуплялась, и завыл. Сообщал нам, что она вылупилась. Так вот. Люба, вопрос. Значит, а какой план с Пашей? То есть он, по идее, вы его хотите забрать обратно домой? Из этого центра? Да, конечно, хотим забрать домой. Пусть поживет у нас до 18 лет. Заберем, конечно, мы его заберем. Пока я к нему не ездила. Потому что в центре ему хорошо. Он там же уже всех знает. Психолог рассказал мне все про него. И куратор тоже. Психолог и куратор, ну, они связаны со мной. У нас есть связь, хорошие отношения. Бабу Валю они туда пускать не будут. И Антона тоже. Он там сейчас опять поживет, походит на кружки. Бабушка сказала, гостинцев никаких привозить не будем. Гостиницы все будут дома. Пусть соскучится по дому. Тогда приедет к нам. Он сейчас весьма неплохо себя там чувствует. А где сейчас Антон? Вроде как он будет жить в Москве по какому-то из своих адресов. Вроде как на открытом шоссе. Да, кстати. Ну, мне хотелось бы, чтобы вот инициативная группа знала, что он будет на открытом шоссе жить, скорее всего. Или в Сокольниках. Пусть его видят на улице, пусть знают. Его показали в программе «Вернувшиеся». Все знают теперь, как он выглядит. Я хочу, чтобы знали этого человека в лицо. Пусть и знают, что он 12 лет вот так нервы мотал. Инициативная группа тоже вся очень злится на него. Так что знайте, что он живет в Москве. А он там прям дал интервью? А я пока не посмотрела эту программу. Были кадры из зала суда. Думаю, что не давал он там интервью. Интервью давал наш юрист. Я думала, что вы включите его в программу. А что говорит юрист, кстати? Его какое мнение? Ваше. Ну, он мне просто пересказал. Объяснил то, что означает 315-я статья. Я сначала испугалась. Но потом, раз ему не дадут родительские права назад, я успокоилась, потому что получается, что он не сможет его увезти в третий раз. Но это не на 100%. На следующей неделе уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. И думаю, что ко второй половине ноября, скажем так, Антон Михайлович постигнет некое наказание. К сожалению, статья 315-я уголовного кодекса подразумевает до одного года лишения свободы, либо штраф в определенном размере. С одной стороны, это очень неплохо, потому что у Павла будет возможность все-таки общаться с отцом. Мы все знаем, что он лишен родительских прав, и их общение остается на усмотрении Любови Аркадьевны. Кстати, по закону он не может подать на определение общения с ребенком, так как он ребенку никто. Получается, никаких документов не будет. Все будет на словах. Если мы ему разрешим общаться с Павловичем, то он будет, но никаких документов составить он не сможет. Как ему общаться с ребенком? Хочу спросить, а вообще, вот вы сами как? Вот, значит, получается, нашли Пашу. На удивление появился Антон впервые за эти годы. Там, ему не угрожает, по большому счету, тюрьма. Что вы на эту тему думаете и чувствуете вот сейчас? Я хочу только одного, чтобы он его не увез в третий раз, чтобы Паша спокойно пожил с нами до 18 лет. И я хочу еще второго, чтобы он не портил мозги моему ребенку, чтобы он не портил ему моральные качества. Вот что я хочу. Если он будет общаться с ним, я хочу, чтобы дедушка сидел рядом и слушал все, что он ему говорит. Потому что мне неприятно, что он ему будет говорить всякие гадости. Каким образом вы представляете свое участие в развитии этих событий? То есть, ну там, ну, предположительно, Паша возвращается в семью Свиблова домой с Любой Пашей, с Любой Мишей будет жить. Как, я не знаю там, как сложится судебное дело относительно Антона. Но в целом, как вы представляете себе свою роль в этой истории дальше, в ближайшей перспективе? Ну, у меня есть какая-то такая небольшая стереотипная роль. Я здесь более-менее регулярно бываю. Я как-то в определенной степени участвую в семейных процессах. Люба ко мне часто обращается с помощью. Иногда там нужно было что-то сделать. Там какие-то у нее идеи есть, но она не знает, как это реализовать в материальном аспекте. Ну, не так часто, но иногда я Мишу сопровождал. То есть, конечно, я буду продолжать поддерживать привычные отношения. Но я сразу скажу, заменить, конечно, родного отца другой человек не может, потому что это, в принципе, незаменимо. Никто не может заменить ребенку родного отца, никто не может заменить ребенку родную мать. Это, в принципе, невозможно. Поэтому посильное участие я планирую, конечно, ненавязчивое. Ну, мое состояние более-менее. Я же привыкла ко всему этому. И у нас в деле много интересного, много детективных подробностей. Эти детективные моменты, они меня радуют, конечно. Интересно все это. Ну, надо же чему-то радоваться. Нельзя же все время вот так вот переживать. Плюс инициативная группа поддерживает меня. Они шутят, шуточки все время там разные. Ну, я тоже шучу. Спокойнее всех у нас Миша. Он у нас спокойный, как слон. Когда ему сказали, что Павлоша нашли 26 октября, он отреагировал философски. Я так и знал, сказал. Сейчас вот он ждет его. По команде включаем. Сейчас он пока что походит, немножко разомнется, а то он залежался. Пожалуйста, давай как следует идти, будешь на маленькой скорости хоть. Сейчас ты будешь у меня красиво, и ты должен хорошо сняться. Сейчас мы тебе китайский язык включим. Где тут у нас плейлист? Мы даже с тобой спеть сможем. Сейчас классную песню сплю. А когда вы планируете, Люба, взять Пашу? От чего это зависит? Зависит от Паши, конечно, как он соскучится. Но я думаю, недельки две он там поживет. Посмотрим, как дело пойдет. А как Миша? Что он знает про это, про все? Миша знает все, так как ему пришлось сниматься. И у вас. Он сниматься привык с детства. Снимался он в программе «Вернувшийся». И валялся там на диванчике и слушал все, что я рассказываю. И сам перед этим тоже снялся. Но до 21-го года я ему почти ничего не рассказывала. Он знал, конечно, что брата увезли. Но я не рассказывала ему, не поддерживала эти разговоры, так как я не могла ему сказать, когда вернут Пашу. А потом пришлось рассказать ему все, потому что мы должны были сделать записи для Паши, для нашего канала, чтобы он посмотрел эти записи. Когда позвонили о том, что нашли Пашу, Миша отреагировал спокойно, как слон. Он у нас философ, любит рассуждать на всякие умные темы. Он сказал «Я так и знал». И стал спокойно ждать Пашу. Миша у меня воспитан по науке. Он воспитан по принципам гуманистической психологии. Я старалась для него всегда быть предсказуемым родителем. Читала всякие умные книжки. В интернете читала «Русский медицинский сервер». Очень хороший сайт. Хочу поблагодарить всех врачей, которые там консультируют. Детских психологов особенно. Благодаря этому сайту я стала Мишу правильно воспитывать. В результате он у нас веселый мальчик. Хотя многие дети с ДЦП бывают весьма депрессивными прямо с детства. Потому что их заставляют все время делать неприятные процедуры, уколы. Плюс еще родители тоже бывают очень расстроенными все время из-за того, что у ребенка ДЦП. Ну а мы с Мишей всегда веселились с ним везде. Ездили на всякие аттракционы, поездки. Он очень любил ездить в разные поездки, везде веселиться, тусоваться. Так что он у нас веселый мальчик. С раннего возраста мне все говорили, «Ой, как ваш мальчик хорошо смеется!» Но просто у него такой серебристый смех. Какой он у вас позитивный ребенок! Он всегда посмеяться очень любил и улыбаться. Но сейчас он уже не так смеется. Он уже просто гогочит, как гусь какой-то или как конь. Подростки они все-таки не такие уже. Но когда он был маленький, он просто был как ангелочек, как куколка. Все так говорили. Люди, которые видели его маленького в записи, сразу у них возникает такой вопрос. Как же можно было отказаться от такого ребенка? Антон, он даже шутил про него какие-то неадекватные вещи. про Мишу. Говорил, что Миша – это запасные органы для брата-близнеца. Вот так вот он говорил. У него такой юмор был. И это еще не все. Остальное я просто пересказывать даже не хочу. А половину я просто уже не помню. Вот смотрите, Николай Федорович, мы в принципе с Любой это еще ни разу не обсуждали и вообще как-то вслух не проговаривали. Но у меня такое ощущение сложилось, что причиной раскола в семье стало отношение Антона и его семьи к Мише, как к человеку, у которого ДЦП, как к какому-то неправильному, плохому, ненужному. И мне кажется, что вот самая большая проблема взаимодействия Антона, его мамы с Пашей, в том, что они вот это ему внушают. Что вы об этом думаете? Внушают Паше. Да, вот эту идеологию, что человек, у которого есть какая-то болезнь, он хоть и не такой, не плохой, не нужный. Меня, честно говоря, больше другое волнует. Вот как мы должны воспитать наших детей, чтобы они, чтобы в их семейной жизни вот такая драма не повторилась. Вот понимаете? Мы с вами общаемся, там Люба активно общается в интернете, там народ ей отвечает, делают посты. Но вот вопрос ко всем мне хочется задать. Вот как нам сделать так, чтобы наши дети такие ошибки не совершили? Вот кто-нибудь не может сказать? Понимаете? Потому что, к сожалению, ситуация такова, что у нас в стране это распространено. Мужчины из семьи с больным ребенком очень часто уходят. Это статистика говорит. Вот понимаете? Это, увы. Это наблюдается. Вот как нам сделать так, чтобы этого не было? Вот это вот самое главное. Так, ну ладно. Что у нас в ближайшей перспективе? Какие у вас ближайшие планы, Люба? Во-первых, узнать точно, сможет ли он взять назад родительские права. Во-вторых, сделать так, чтобы он не смог его увести в третий раз. И в-третьих, решить вопрос о том, как будет Паша общаться с отцом, чтобы это было максимально безопасно. Чтобы он не смог ему ничего плохого сделать. С бабой Валей, конечно, он общаться не будет. А с отцом надо сделать так, чтобы отец не смог испортить ему психику. Я буду советоваться со всеми родственниками, как это сделать так, чтобы это было безопасно. А как вы собираетесь помешать тому, чтобы он его увез в третий раз? Ведь, ну как, не ходить же мальчику с постоянной охраной? Как это сделать, мы точно не знаем. Потому что, как может подросток гулять все время с нами за ручку? Ну, пока что я сотовый телефон не буду давать получше. Будем встречать его. А в дальнейшем я не знаю, как помешать. Антон теперь живет в Москве. Он может прийти и увезти его. Весь расчет только на то, что он боится, что его могут уже наказать не так, как во второй раз. И не так, как в первый. Я не знаю, как это сделать. Мы будем думать. Со всеми родственниками советоваться будем, как это сделать. Потому что Паша не особо-то хотел уходить с бабой Валей. Он просил его проводить. И отца не очень-то он и любит. В разговоре баба Валя признавалась, что он ругается с отцом постоянно. И каждый раз отец говорит ему, ну все, поедешь к маме. И Паша боится этих слов, так как он запугивал его мамой. Но теперь-то Паша знает, что у мамы совсем не страшно. Так что я бы не сказала, что так он уж любит отца своего. Он к нему привязан, конечно. Но особой любви там я не замечала. Ну хорошо. Значит, получается, мы в конце ноября узнаем, какие возможности есть у Антона. Никаких нет или какие-то есть. И будет понятно, какие последствия в итоге за два похищения ребенка, как это будет квалифицировать суд. И, наверное, с ними снимем вас снова. Снимем вас снова. Я очень надеюсь, что Паша вернется к вам домой поскорее. Но это, конечно, сильно, безусловно, от него самого зависит. Будем следить за продолжением развития событий. Как бы это уже звучит как-то странно. То есть, по идее, они вообще не должны развиваться, эти события, но они развиваются. Я очень хочу, чтобы он его не увез в третий раз. Но, как видите, возможность такая есть. И мы будем ее минимизировать изо всех сил. Так что это дурацкий детективный семейный сериал «Твинс стримс». Продолжается, пока что не закончен. Продолжается,